добро пожаловать на мой канал меня зовут виктория белякова сегодня я поделюсь своим опытом проб и ошибок а также наблюдениями за другими людьми которые выучили испанский язык с нуля и до продвинутого уровня я сейчас учусь в этой школе эта школа испания в валенсии очень довольна и я в группе c1 то есть это уровень языка c1 в разговорной речи мы бы сказали что это продвинутый уровень так как я учу испанский уже довольно давно могу поделиться с вами что работало для меня а что нет и также вижу людей которые за гораздо более короткий срок освоили испанский говорят гораздо лучше чем я например у нас в группе сейчас есть ребята которые за один год с уровня а1 то есть минимального уровня дошли до уровня c1 у меня этот у меня этот процесс занял практически пять лет потому что постоянно работала с русскоязычными людьми не уделяла должное внимание языку поэтому если вы хотите выучить испанский как можно в более сжатые сроки делать это эффективно рекомендую досмотреть это видео до конца наверняка некоторые советы пригодятся вам на испанском языке разговаривает пятьсот восемьдесят миллионов человек из них четыреста восемьдесят три миллиона являются носителями испанского языка получается что на испанском языке разговаривает практически 8 процентов населения планеты еще 22 миллиона человек изучает испанский язык ежегодно с каждым годом количество людей которые говорят на испанском только увеличивается это конечно все прекрасно но что конкретно испанский язык даст вам перед тем как вы будете изучать язык я бы рекомендовала поставить четкую цель и измеримые сроки потому что испанский можно учить всю жизнь и иметь его на уровне общения в ресторане или в магазине я же рекомендую вам посмотреть немного шире возможно вы захотите получить европейское образование его можно получить в любом возрасте здесь например окончить обучение в университете получить степень мастера то есть магистра обучение здесь недорогое от 900 евро в год и чтобы получить степень магистра вам нужно пройти обучение на протяжении от одного года до двух согласитесь это совсем немного и деньги просто копеечные у вас будет европейское образование я уже молчу о том что это откроет вам двери в абсолютно другую испанию с морем возможностей новых знакомых и перспектив чтобы поступить в испанский университет вас как правило попросят предоставить сертификат о вашем знании языка зависимости от вашей профессии это может быть уровень b2 или даже уровень c1 но даже если вы не собираетесь получать европейское образование и у вас нет планов интегрироваться в испанское общество настолько чтобы общаться с испанцами на какие-то интеллектуальные темы общаться не только по языковому признаку с русскоязычными но действительно жить в испании полноценной жизнью посещать интересные мероприятия участвовать в испаноязычных клубах по интересам принимать участие в выставках концертах жить полноценной жизнью это невозможно если ваш уровень языка а2 b1 вам явно нужен более высокий уровень языка и конечно для того чтобы общаться с испанцами на более глубокие темы вам нужно развиваться не только в плане изучения языка но также в плане изучения испанской культуры испанский язык и культуру и культура неразделима но даже если вы не хотите получать здесь образование и не нужны вам разные светские рауты и общение на высокие темы подумайте с практичной стороны вы приезжаете в испанию это другая страна где логичный государственный язык испанский практически в любой инстанции вам потребуется сопровождающий по расценкам валенсии здесь от 25 евро в час вам обойдется сопровождение переводчика минимум заказывает два часа то есть 50 евро каждый раз сходить на собрание к ребенку в школу сходить в больницу сходить в банк сходить в налоговую если посчитать эту сумму денег это выходит колоссальная сумма которую лучше было бы направить на изучение испанского поэтому первый совет определяем цель для чего вам нужен испанский если нет цели вы будете учить его всю жизнь и определяем обязательно срок если вы хотите поступить в университет то например ставим через год я сдаю экзамен деле для подтверждения своего уровня языка и поступления в университет поставили срок ровно год и начинаете каждый день двигаться к этой цели то же самое с переездом если вы планируете переезд и вы знаете уже более-менее конкретные даты ставите себе цель что к этому дню вы уже достаточно владеете испанским языком чтобы самостоятельно обращаться в любые инстанции общаться с носителями языка и решать свои бытовые вопросы и так цели обозначены сроки определены переходим к действию первым шагом я бы рекомендовала выучить испанский алфавит и самые базовые фразы сделать это легко можно самостоятельно здесь вам не нужен преподаватель не русскоязычный не испаноязычный в интернете достаточно ресурсов для того чтобы сделать это самостоятельно я приложу список рекомендуемых мною ресурсов без рекламы просто те ресурсы которые я использовала свое время в описании к этому видео вторым шагом нам нужно внедрить четыре навыка каждый хотя бы по чуть-чуть с минимального уровня чтобы выучить любой иностранный язык мы должны развивать в себе четыре навыка читать писать слушать и говорить эта система нельзя что-то выбросить если вы будете только смотреть фильмы вам будет сложно разговаривать сложно писать и так далее поэтому с первого дня начинаем работать над каждым из четырех навыков мне в свое время очень большой прогресс дало прослушивание подкастов я также приложу ссылку на эти ресурсы просто начинаете слушать подкасты и видео здесь важный момент слушайте те видео и те подкасты то есть аудио для вашего уровня не берите слишком сложные даже если вы не понимаете сначала ни одного слова ничего страшного просто слушайте дайте вашему мозгу время адаптироваться к новой информации настроить его на новую волну просто слушайте если это займет у вас месяц ничего страшного потом вы заметите резкий прогресс то же самое с письмом я рекомендую с первых дней начать писать даже если вы сначала не понимаете слова просто переписывать по пару предложений из какой-то книги или из учебника несколько испанских предложений ручкой в тетрадку опять же для того чтобы вы могли настроиться на нужный лад даю совет для продолжающих изучать испанский язык мне моя преподаватель испанского посоветовала слушать радио cadena ser и рубрика la bintana очень интересная рубрика про историю про культуру все с юмором я уверена вам понравится простой но очень действующий метод измените прямо сегодня в своем телефоне в своем компьютере во всех гаджетах которые вы используете интерфейс на испанский язык вы удивитесь как много новых слов вы выучите буквально за неделю я рекомендую записаться в языковую школу в испании есть как условно-бесплатные языковые школы государственные из-за чего условно-бесплатные потому что их стоимость минимальная например в таревьехе по моему около 90 евро в год а валенсия действительно она она бесплатна но так как я там тоже училась некоторое время могу сказать что по сравнению с частной школой лично на моем опыте мне кажется она слабовато слабовато в чем там достаточно много внимания уделяют грамматики действительно идут по четко структурированной программе но программа никак не адаптирована под ваши личные вопросы и нужды которые у вас появляются с течением времени когда вы учитесь в частной школе я буду говорить на примере той школы где я учусь эта школа испания и в чем преимущество этой школы потому что вся программа построена с максимальной адаптации потребностям ученика когда мы приходим у каждого ученика есть возможность задать вопросы и получить ответы саму грамматику я могу на самом деле прочитайте в книге для меня важно именно обратная связь от преподавателя чтобы мне объяснили конкретно определенную тему или момент который мне был непонятен пример у нас в школе любой ученик может сказать что вы знаете вот какая-то тема там еще даже с уровня а2 например хотя мы учимся на уровне c1 было непонятно я чувствую некоторые пробелы мы могли бы пожалуйста разобрать ее и преподаватель обязательно учтет это и один из уроков будет направлен для того чтобы углубиться в эту тему и ни у кого из учеников в этой группе ли больше не было сомнений по определенной теме также плюсы частной школы в том что вы можете самостоятельно подстраивать свой график в государственной школе занятия были по одному или полтора часа в день два раза в неделю как мне кажется это довольно мало я рекомендую уделить изучению испанского первый год максимальное количество времени мои знакомые те которые в первый год выучили испанский они об этом как бы галочку поставили все и пошли дальше так как я в свое время этого не сделала то я живу уже в испании достаточно много лет и до сих пор учу испанский и сейчас я считаю это прям своим своей ошибкой если бы я приехала жить в испании первый год я бы реально посвятила изучению испанского языка поэтому когда вы переезжаете рассчитываете на то что большую часть времени уйдет именно на эту сферу если вы этого не сделали пока живете в своей на своей родине по поводу стоимости я уже сказала что в государственных школах это может быть либо бесплатно либо минимальная сумма 90 евро в год но есть некоторые проблемы не всегда хватает мест в частной школе в год вы оплатите три с половиной четыре с половиной тысячи евро в зависимости от интенсивности ваших уроков но это будет самое лучшее вложение в вашу жизнь в Испании потому что без испанского языка вы постоянно будете платить переводчику вы никогда не будете разбираться в нюансах то что вам предлагают неважно это недвижимость услуги страхование и так далее зная испанский язык вы можете самостоятельно разобраться абсолютно в любой сфере и вам не нужны так называемые помогаторы или посредники также моя рекомендация учесть то что когда вы учите испанский язык нужно понять что вы учите не просто язык вырванный из контекста вы должны изучать культуру этой страны и нужно обратить внимание на то что испанский язык он как мы уже сказали с вами в начале видео 2 по распространенности среди носителей да и во всем мире говорят на испанском но каждый регион он имеет свои особенности и некоторые фразы в испании они могут быть не знаю с юмором и это что-то милое а если вы скажете то же самое слово в латинской америке этому это могут с честь оскорбительным то же самое наоборот даже в испании в разных регионах разные фразы могут восприниматься по-другому почему мне нравится учиться в языковой школы школе в валенсии действительно потому что я сейчас поняла что я вообще ничего не знаю о городе хотя я здесь жила не так давно на протяжении одного года я не знала ничего на прошлом уроке у нас был урок про один из районов валенсии кабаньяль который считается одним из самых опасных районов и мы целый урок а урок длится два часа сначала посмотрели короткое видео а потом рассуждали на тему этого района я столько интересных фактов узнала вы никогда их не узнаете из обычной школы если вы учите испанский где-то онлайн или в школе которая не относится к тому городу где вы собираетесь проживать поэтому куда бы вы не ехали в барселону значит ищите школу там едете вы в таревьеху старайтесь школу найти там потому что это будет все тесно взаимосвязано с той культурой которая распространена в этом районе вам будет легче понять адаптироваться в существующее общество именно здесь когда вы учитесь в школе неважно в какой платной бесплатной я рекомендую использовать сервис reverso есть бесплатная версия наверняка многие знают я оставлю ссылку на всякий случай как я обычно делаю многие записывают в тетрадку незнакомые слова но скажите честно когда вы что-то записываете в тетрадь кинули в сумку вы пришли домой вы будете читать это я очень сомневаюсь особенно если у вас испанский 4 часа в день то вряд ли вы после этого будете приходить открывать тетрадку снова учить но если вы пользуетесь приложением телефоном который практически всегда у нас руках да то что что я делаю когда мы изучаем определенную тему я встречаю незнакомые слова я их всегда нахожу в реверсу и сохраняю их разделами бакабуларио в мой словарик и потом я могу их просмотреть и выучить в реверсу также есть функция aprender то есть учить он использует эти слова и использует их в разных контекстах в разных фразах потому что нужно учить не отдельно не отдельные слова а именно фразы поэтому каждое слово которое вы выучили потом с помощью реверсу или других приложений просматривайте в других контекстах но не учите слишком много слов за один день наш мозг по статистике да может запоминать хорошо от 30 до 45 слов в день и делите слова на небольшие группы возможно они как-то будут связаны с между собой по логике по 5-7 слов в одной группе вы учили их переходите к следующей используем реверсу не реклама есть бесплатная версия просто увидите как это круто мы с вами сказали уже о том что изучение иностранного языка это прежде всего навыки поэтому когда мы не практикуем что-то мы соответственно теряем этот навык в иностранном языке самый главный навык какой это конечно же практика это общение общаетесь с испанцами в испании есть возможность жить в семье например опять же в той школе где учусь есть возможность жить не в съемной квартире а в испанской семье где вы будете общаться с членами этой семьи завтракать обедать еда включена это поможет вам максимально погрузиться в языковую среду когда вы приезжаете не ищите русскоязычные тусовки вот прям принципиально не ищите ходите на испанские мероприятия даже если это будет спорт все что угодно на испанском есть опять же приложение eventbrite и и meetup это два приложения есть мобильное приложение в телефоне или есть браузер или есть сайт и можете найти в браузере просто найдите там огромное количество бесплатных мероприятий также у нас на сайте на how to spain.com мы постоянно публикуем анонсы разных мероприятий которые проходят валенсии в том числе бесплатно ходите на них и не молчите старайтесь завязать диалог а сделать это с испанцами очень просто они могут первые начать главное не молчите ошибиться несложно сложно если вы будете молчать и 10 лет тратить впустую так и не заговорив у нас в школе учатся очень много людей из китая и некоторые их лайфхаки хочу рассказать вам например возможно русскоязычный тоже пользуются не знаю но не рассказала моя китая китайская язычная подруга о том что она использует hello talk это приложение для практики языка я вчера скачала его там есть практика как в чате то есть это суть такой как бы а-ля соц сети где есть люди которые например живут в испании хотят выучить русский язык или есть русскоязычных которые хотят вы выучить испанский они друг друга находят и общаются преимущество этого приложения в том что вы можете не просто чатиться вот там есть функция прям очень прикольная где вы можете друг друга исправлять и потом ошибка будет подчеркнута красным а правильный вариант зеленым и есть возможность не просто писать в чате но также звонить друг другу и разговаривать голосом моя однокрупница из китая которая рассказывает что она так нашла одну китайскую одну испанскую семью и не там раз в неделю созваниваются и общаются их семья испанцев и она они учат китайский она учат испанский это реально очень круто вы бесплатно друг друг даете огромную ценность вы знаете обратила внимание на один момент многие русскоязычные люди достигнув определенного уровня испанского языка считает что они уже достигли пика и учиться больше нечему на самом деле этот уровень он очень невысокий даже испанцы не могут многие сдать экзамен c2 потому что на этом уровне уже используют более богатую речь нужно знать большое количество синонимов нужно разговаривать развернуто на различные темы использовать разные коннекторы не знаю как это правильно сказать на русском языке то есть разговаривать на совершенно другом уровне поверьте и в русском и в украинском идти в испанском в английском в любом языке всегда есть куда расти поэтому я не верю что есть тот человек которому мне нужен был бы сегодня испанский язык я бы рекомендовала всем кто хочет обогатить свой словарный запас и в принципе знание испанской культуры попробовать записаться на пару возможно пробных уроков наверняка во многих школах они есть и проверить себя насколько вы действительно знаете испанский возможно у вас зародится новый интерес к изучению испанского и вы подниметесь абсолютно на новый уровень часто встречаю советы по поводу изучения испанского испанского в том роде что вам не нужны школы учите испанский язык на улице в барах вам местные все объяснят возможно на некотором уровне это и хороший совет когда у вас совсем низкий уровень языка и вам нужно хоть как-то адаптироваться в общество и начать говорить убрать этот страх разговор убрать языковой барьер вам нужно обязательно брать уроки с филологом когда вы пойдете в школу вы поймете что наверное 90 процентов испанцев делают очень много ошибок в речи если вы учите испанский на барах ресторанах то есть это язык на язык называется ленгу акая хера то есть уличный уличный сленг уличный язык то вы поймете какая огромная разница с другим языком тот испанский язык который используют люди образованные которые общаются на какие-то интеллектуальные интересные темы это были мои основные советы наверняка у вас также есть чем поделиться и либо поддержать мои советы либо опровергнуть любом случае мне будет интересно видеть ваше мнение друзья и у меня для вас есть подарок до конца года действует скидка 15 процентов на обучение как онлайн школе испания так и в самой школе но для первых десяти человек кто мне напишет я добавлю еще экстра 5 процентов к вашей скидке такое будет только до конца года поэтому я рекомендую вам начать ваше изучение испанского уже сегодня друзья я снимаю все видео для вас для моих подписчиков поэтому мне важно знать ваше мнение если информация была полезна и интересна для вас поставьте лайк если не понравилось дизлайк тоже пойдет если вам интересны темы про испанию про испанский язык переезд и другие моменты по адаптации и переезда в испанию пожалуйста подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео